Одно из главных направлений в работе по профилактике правонарушений – это помогать людям, совершившим ошибки, вернуться в общество и вновь социализироваться, показать, что есть законные способы наладить свою жизнь. Для этого в городской администрации разработали специальную памятку, которая поможет устроиться на работу. Ее будут раздавать людям, которые состоят на различных учетах в МВД или отбывают наказание в системе ФСИН. Буклет презентовали на заседании профильной комиссии. Что важно? Мы хотим посмотреть, как это будет работать, будет ли тем это интересно, потому что помощь в устройстве и социализация наших товарищей, она важна на самом деле. И мы хотим понять, работает это или не работает, какие-то еще формы дополнительные. Обсудили на заседании работу с несовершеннолетними гражданами, которые также состоят на учете в своих школах или полиции. Таких ребят стараются занять внеучебной деятельностью, для них доступна возможность устроиться на подработку в каникулярное время, бесплатно ходить на различные кружки и спортивные секции. Кроме того, молодежь вовлекают в волонтерскую деятельность, чтобы свои силы ребята направили на помощь другим и увидели, насколько это важная работа, которая приносит радость и удовлетворение. В течение года специалисты учреждений молодежной политики, которые имеют юридическое образование, проводят правовые консультации, семинары, практикумы, выставки для молодежи. Тематика мероприятий формируется на основе актуальных событий в стране и запросов потребностей в информации от самой молодежи. Также на заседании комиссии рассмотрели статистику преступлений и обсудили продолжение работы, направленной на профилактику правонарушений среди жителей города. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...